Книга «Открытый Моком», том 7, тема разная, вопрос 1874. «При гонениях, понятно, надо было скрываться, но какая в том нужда, когда все мирно, а кто-то лезет на вершину горы и там спасать себя пытается», отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Не все, конечно, самоизмышленно скрывались от людей. Едва наступала оттепель в государстве, намечалась перестройка, как они уже были в самой высшей событии. Иоанна 7,37. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Бог убрал средостение стену, разделяющую иудеи с прочими народами мира, и теперь все едины во Христе. Но кто разделяет монашествующих и весь народ? Врагов египтян не допускал Бог до евреев. Какой столб и как он светится днем и ночью? Столько столетий, разделяя народ от умных, святых, чистых, девственных отшельников. Исход 14,20. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилев, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Ермоген. День памяти 10 декабря. Воистину нет лицемерия у Бога, ибо и язычнику дал он познать себя и помиловал его за великую щедрость к нищим. В скором времени пришли в Александрию из окрестных мест и пустынь, и епископы. Одни для того, чтобы посетить своих плавесных овец, другие желая видеть подвиги мучеников. И собралось около 30 человек. Крестилось и множество народа, и была во всем городе великая радость, так как верующие люди веселились о Господе Боге Своем. Иларион. Новый день памяти 6 июня. Злочестивый царь, погубивший многих, и сам погиблю-то. Он был своими же воинами и сечен мечами в храме, на том самом месте, где в первый раз, поругав святую христовую икону, недвинул ее, так зло погубил нечестивый свою окаянную душу. Михаил Травл, принявший царство, после него приказал освободить от уст и заточение всех правоверных. Преподобный Иларион, вместе с прочим, был освобожден из темницы, но он не пошел в свою обитель, так как не прекратилась еще иконоборческая ересь, и архиерейские престолы занимали еретики-лжеучители и лжепастыри, но пребывал у одной верной и благочестивой женщины, которая в своем умении дала ему уединенное место, устроила келью садом и снабжала его всем потребным. У той женщины пробыл преподобный свыше семи лет.